Впрочем, не лесом единым. Другой популярный среди контрабандистов товар, янтарь, сегодня задержали в Запорожье. Столько солнечного камня в одной партии местные таможенники видели впервые. В мешках находились несколько тонн самоцветов. Куда его везли, узнавал Сергей Бордюжа. Уже чистый, маленький крыхт. Такого улова у запорожских таможенников еще не было. Янтарь мешками. Средний гранулы бурштин. Мешок полностью бурштин. Вага мешка 30 килограмм. Значит, в этом мешке 30 килограмм бурштина. Солнечный камень контрабандисты спрятали в мешках с топливными пилетами. Где-то в перемешку с гранулами, где-то нет. Операция прошла в рамках программы по борьбе с контрабандой. Таможенники говорят, фура показалась им подозрительной, вот и решили проверить. Загрузили ее в Запорожье. По словам водителя, о контрабанде даже не догадывался. Ну откуда я знал? Ну откуда я знал? Вы что, ненормальный ли что? Таможенники сообщают, фура направлялась в Европу. Через Литву, Клайпеда, до Великобритании, Глазго. Сказать, сколько именно янтаря пытались перевезти, пока трудно. Вскрывать мешки здесь только начали. Чтобы осмотреть весь груз, фуру пришлось разгрузить. Всего около 20 тонн. Спочатку треба всі перевірити. Там день-два. Потім треба, його є десь чистий, десь помішаний. Потім треба пересортувати, відбирати, зважити, запакувати. Тому це достатньо долгий процедур. Як янтарь попав в Запорож'я і хто пытався переправити його в Шотландію, должно выяснить следствие. За переміщення, з приховання відмітного контролю товару, конфіскація і 100% штрафу від вартості товарів. Скажем так, ринкова вартість данного каміння складає кілограмм 1000-1200 доларів США. Міски, порядка 30 кг. На сьогодні це одна із найсамых крупних партий, контрабанди, которую обнарожили в Запорож'я. Коли все окончательно взвесят і подсчитають, дело обещають передати в суд. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробності, телеканал «Интер», Запорож'я.